То есть мы живем в священном месте, где вся философия мира сконцентрирована. И здесь, в 15 метрах отсюда находится бульвар, и там находится замок царицы Савской, где жили астрономы, самую первую астрономию. Вот здесь есть Бакуй, здесь есть замок царицы Савской. Здесь все системы отсюда грачные. В 500 метрах отсюда сядь Айя Балакуи, суфистский шею, к которому половина суфистских орденов мира подчинялись. Суправарди и Шракена, световые фактизмы, зона Баку. Эти манихемии здесь были. Найден и Парукманул. Здесь все. А ты идешь к какому-то индийскому сказку, кишнайдскому донишь. Наши ребята байловские, эти грязинские ребята, одевают как клоуны индийской одежды. А ты, блядь, азербайганец, сидишь здесь, в Баку. Это не идея, какой-то там придумали. Двести лет назад этот Могольский хан в чьем это программы предложить лучше. Да. Полно, сколько хочется. Есть у меня Прабхупада что сделал? С 5 долларами в кармане Прабхупада. Полетел в Нью-Йорк и создал систему Прабхупада. Дальше кто создал? Однажды 200 лет назад этот Могольский, тюркский делал про себя свистые коровы. Просто там есть такой вариант, что я со мной в чьем-то ударил. Нельзя сказать. Да, да, да. Для меня есть Прабхупада, который с 5 долларами в кармане полетел в Нью-Йорк и его взяли масонами и против Миссельман. Просто скажи конкретно что делаешь. Вот ты говоришь эти крышки. Конкретно я говорю храм Солнца строить. Храм Солнца. Что там делать храм Солнца? Мы будем создавать космическую гармонию. Вот это Юрта. Вот смотри. Вот это мы сейчас сидим в Тюркской. И как это видишь? Конкретно. Бог Солнце, Бог Солнца. Каждую секунду существует твоя память. Вот мы сейчас отключенные гаджеты. Потому что мы не знаем код Wi-Fi. Вот смотри. Wi-Fi. Код включенного. Правильно? В храме Солнца мы найдем космическую гармонию. Только в этом случае короче. Извини меня. Извини меня телевизор существует. Если не будет этой установки. Сейчас здесь везде. Телеканалы. Все есть. Интернет. Деньги. Но если нет установки. Сооружения. Масоны почему строили? Сооружения. Храмы. Почему? Давай, да? Говорит. Вот моя рука. Сейчас. Эй, Вася. Привет. Как дела? Где, Вася? А мы берем сооружение. Берем материю. Входим в телефон. Списывает он, Вася. И позвони. Вася. Салам. Ты звонишь Богу, да, Карлыч? Да. Да. Я смотрел одну вещь, короче. В африканских. Он там Богу звонит. Да. Это что? Бог сказал у тебя пензецит. Он говорит у тебя пензецит. А чем? Для того, чтобы создать им зарубление. Ты смиришься. Ты пресняк, который верит, что Кришна приезжает. Прилетает. Я тут на этой лужайке с коровами на флейте играю. Это ты смеешься над моим Богом, с которым по Wi-Fi можно говорить? Я просто хочу сказать, что ты просто хочу сказать. У тебя определенные программы. Есть. У меня все есть. Это физическая система. Она сохранилась. Я не знаю. Здесь в Азербайджане. Я не знаю. Кроме вот этого. Кроме твоих домов. Я хочу создать юрту, в которой, короче говоря, только в ней сможем подсоединиться. Когда это можно сделать на любой лужайке, как ты говоришь. Опять ты говоришь. То есть тебе эта юрта, она создаст какой-то прямой проход Бога. Да. Откуда ты взял? Из своей головы? Зачем свои головы? Откуда? Как я тебе опять же говорю, нужно устройство. Нет. Кто тебе это сказал? С чего ты это взял? Бог сказал. Что ты сказал? К твоему Прабхупаде кто сказал? Кришна сказал. А мне Великая Мышь сказала. Великий Ворон сказал. Ворон. Ну все, так скажи. Да мне интересно. Да что ты это взял? Великая Мышь мне сказала. Она сновидит. Все берешь. Как что? То есть завтра я приду, скажу, давайте куб построим, ты будешь не против. Да? Ну сверху. Это юрт. Это юрт. Сатурнит. Как это говорит? Яшар Яков говорит. Ну тогда я треугольник. Никто знает. Яшар Яков говорит. Яшар Яков говорит. Яшар Яков говорит. Не кофе. Кто там Ворон сидит? Кришна сидит? Или же Эйнштейн сидит? Это ну короче скажи под землю нужно жить в каналах. И тогда мне там под землю еще. Там сто человек придет, каждый ляпнет от себя. И тогда это вообще будет невообразимая архиконструкция. Им каждого бог в сердце. Понимаешь? Ты видишь Веды? Какие-то Веды, которые тоже какие-то пацаны придумали. И тем более недавно придумали. Вот твой Кришнайзов придумал конкретный пацан, да? Веды. Хороший, достойный. Веды? Веды. 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 Да, да. Веды. Вы Ей-ные не покажите. Веду с родиной-шим с самого рождением в этой семье. Это то есть, что примеры. А мусульмане говорим, что коран был сам, изначально коран был миллионы. Ну веково. Можете. Да, пожалуйста, покажите. Элементарное сакральное устройство. На фонсе сейчас в юрте, там ведут программу ОРТШ, там клюясь, там друг другу, да, 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 я в такой формате не привык, короче, я просто хочу, что ты когда говоришь, ты захлебываешь, ты только в свою тему говоришь, я с тобой не спорю, и это может быть, тебе там духи глупостонут, говорят, пришло время тоже строить, я с этим не спорю, просто я хочу сказать, что ломая одно, нужно поставить что-то в противовес этому, понимаешь, нужно что-то, блин, построить, а не просто ломать ради того, чтобы ломать. В конце концов, в конце концов, ты туда будешь приглашать этих всех ведических, о которых ты говоришь, да, в конце концов, они тоже имеют право, наверное, любая теория имеет право. Я не про это говорю, я говорю, что идет конкуренция за души, да, понимаете, вот почему сюда вот эти все ведические индусы, всякие приезжают, а они как раз за души борются, да, а я у них отбираю, да, я как пастор. Пастор – это пастор. Говорит, мы будем пасти стада народа, да, Иисус Христос кем был пасторем, да, он этих баранов отбирал у одного пастуха. Пастор. Пастор – это пастур. То есть идет конкуренция за целевую аудиторию, чистый маркетинг, духовный маркетинг. Я вижу, что моих клиентов, потенциальные, мою клиентскую базу переманил, да, возьмем один маркетинг, да, под названием, там, Хришна, Эту, Веды, там, Зай, Слав, там, Христианство. Вот это целевая аудитория. Я хочу их переманить в свою цель, на свой товар, да, свой товар не питать, понимаешь, оставить под кухом. То, что хорошее, никогда не завершивается. Реклама – это дешевый товар, не надо. Нет, все, самое глупое. Если человек удовлетворен, он прибежит сразу. В маркетинге самое глупое. Ведь я это всегда слышал, что не надо никакой рекламы. Я даже от сильных маркетологов это слышал, идиотская вещь, что реклама не нужна, хороший товар сам себе придает. Хрен. А тогда почему Мерседес платит миллионы, миллионы долларов на рекламу? Любой идиот знает, что Мерседес – это вершина автомобиля в стране. Аппл зачем платит? Кока-кола. Нет, поэтому ты… Чего не умер? Мерседес не умерет. Поэтому ты, у тебя глаз не умерет. Я бы тебе кока-кола. Ты не умерет, часы ролик своего товара. Если у тебя хороший товар, если бы не было рекламы, то нарубок просто близок дешевого сердито пойдет именно к тебе. Посмотри, что такое это говно кока-колу, да? Без рекламы ее бы даже по всей собакой не пила бы. В этом мире все зависит от рекламы. Ты стихиваешь, я тебе про что говорю? Это же не кока-кола. Если ты в своем товаре не уверен, ты начинаешь, короче, его продвигать. Нет, да, окей. Хорошие вещи не умерет. Я говорю, что вот, Мерседес – хорошая вещь? Да, хорошая. А почему миллионы тратят на рекламу? Потому что есть конкурирующие. Ассии же есть конкурирующие почти что одинаковые, поэтому не идет борьба. Не за это. Нет, окей. Если ты себя не рекламируешь… Если ты говоришь намного лучше, чем что-либо другое, это даже про это будет естественно, как дышать. Мы живем в обществе отчуждения. То есть сейчас человек, он не знает, что он хочет вообще. Что ему скажет одноглазый гуру, телевизор, да, общественное мнение. Ты его хочешь назвать, но хочешь. Нет. Он только слушает чужое мнение. Он же сам в себе не разбирается в человеке. То есть ты на себя не выбирался, он сам не забирается. Ты хочешь сказать, что это мессия, да? Ты берешь на себя так, да? Да. Все. Вопросы в бюджете. Я провожу алхимию, да? Работа вчера, не грето. Сначала надо, как бы, вот этот гадюшник кислоты добавить. Я, как алхимик, знаю, да? Чтобы сделать афинаш золота, очистить золото 583-й пробы, да. Чтобы очистить золото 583-й пробы, вот чистая алхимия, происходит парадоксальный акт. Парадоксальная, в общем, магическая акция. К золоту добавляется мусор, еще медь добавляется. То есть, казалось бы, да, золото надо чистить до чистоты, но к нему добавляется медь. То есть золото из 553-й превращается вообще в никакую пробу, в нищущую пробу, да, там сотую пробу, да? И медь снимает. А потом добавляется кислота. И вот эта грязь забирает с собой грязь. Понимаешь? И поэтому я тоже сейчас добавляю грязи побольше. Кстати, и постсовременный мир, постмодернистский мир, видишь, он вроде все смотрят, какой хаос творится в мире, какая грязь, какой бардак. Нет, это все замысел бога, великого алхимика. Он добавляет в мир побольше грязи, чтобы эта грязь забрала лишнюю грязь. Когда Ататюр пришел к власти, он, блин, перестрелял всех суфьев. Почему? Потому что тем же зажрались, тем же закостенели, заплесневели. Он все это мусор, да? Он все этот мусор убрал. Все хотят убить. Даже чуть раньше. В 20-м, да? Когда он там эту антанту разбил. То есть просто я как пример говорю, да? Когда все закостеневшее убирается с режима. Ухо-рисоток, да? Нет, ну там это надо. Дело не в этом. Что сделать? Факт, чтобы со временем любая биосистема закостеневает, превращается в застывший кристалл. Чтобы ее почистить, шелуху, накипь, нагар снять, шлак снять. Приходится ее долбить. Вот раздолбив ее, превратив в хаос, в хаос в нашу неопределенность. Ну, как бы типа критикуя того же Прабхупаду, тот же Ислам, тот же любую духовность, которая превратилась в идолов. Иисус Христос пришел в храм, увидел, что там сидят минялы. Он их всех раздолбал, разрушил этот, разогнал всех этих торгашей, чтобы осталась чистая вера. То есть это алхимия. Приходится, да, такие вещи делать, подставлять себя. А не слепо верить, что вот это есть. Мне просто интересно. Ты построишь там большую юрку, да, это будет храм солнца. Это будет купа. Твоя определенная есть система, что там нужно, мантры читать, аскезы делать, молиться, кому, зачем. Четко есть что-то? Вот хаос мы прошли. У любой предконфессии есть свой устав. Какой устав у вас? Есть, есть. Четвертый микракон случится. Ну, я сейчас не буду. А, то есть сейчас это секрет, да? Это не секрет, это просто очень серьезная тема, чтобы ее вот в таком вот шуточном, шуточном формате... Это еще я думаю, что сейчас конкретно есть сустав, чтобы красиво нужно воспринимать, сделать то-то, 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 так ты будешь более божественным, да? Да, 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 да. Ну, по крайней мере, хотя бы мы найдем пост Майфа. Для того, чтобы построить вот этот храм. Угу. Что еще нужно делать? Храм, он как бы становится аттрактором, да? Он становится якорем. Кристаллом, вокруг которого... Вокруг которого уже начинает формироваться свое... Точность. В свое поле, да? Информационное поле. Нарративы, дискурсы, все это формируется. И уже люди начинают настраиваться. Происходит фасцинация. То есть, почему... Все и все и мы, да. Все и все и мы, да. Все и все и мы, да. Ну, это как бы... Человек попадает в определенное состояние, да, так скажи? Да. Уже он. То есть, что надо видеть? Куда надо подключаться? Да. Понимаешь? Опять же, да? Символ храма. Вот смотри. Куда надо смотреть? Что надо чувствовать? Примерно можно ориентироваться? На другое измерение. Ну, так скажем. Это есть как бы Солнце. Бог Солнца. Да. Который во всех религиях переходил из одной формы. Азирис, Ра, Камахурамазда, Христос, Ацелькатахы. Ну, например... Как поросновано? — Вот почему? Там... Я... — ...бог создал луной и истину. — В Слandonе... Солнца никак не предсkt. Потомущittlement Славы, это совсем... другое... Религия... Я говорила про манифестационные религии. Не про арамические... Я про пантеизм говорю. А это совсем другая история... Знаю нам... Абрам... который светит светом свет внутри света это сложная тема Солнце может проявить? а через Вуну не может? может, может через Венеру не может ты сейчас, кстати выдал секрет формулу астрологии действительно через каждую планету через каждую звезду через каждого провайдера идет определенное излучение сигнал естественно, человек может подключиться к этому проваду к Венере, к Озерогу к Львам к Солнцу для нас для планеты Земля элементарно подними голову на небо посмотри, кого ты там увидишь там увидишь Солнце самое сильное и от Солнца конкретно идет на Землю то есть солнце это линза само Солнце получает излучение от богини матери то есть от галактики из галактического центра то есть я говорю из центрального Солнца она физически черное Солнце черное Солнце это Солнце не спящее это как бы Солнце нижнего мира нет это Солнце это Солнце дня дневного мира проявленное в реальности сознание и полсознание есть мир живых дневной мир и ночной мир черное Солнце светит в нижнем мире он не нижний мир это в темном мире тот мир даже более священный и выше чем этот там светит черное Солнце это Солнце не спящее и вот есть не спящих то есть те люди которые пробуждены в ночи не спящие в ночи и они подключаются они никогда не спят да? они не заснувшие просветленные значит там не должны быть темы если ты просветлены так все же спят а это избранные которые не спят только не спящие будут кстати интересный момент что мы так как мы сейчас сплюнем да? в иллюзии фами в исламе это фами да? называется мы сейчас видим белое Солнце а получается что просветленный человек сейчас здесь который сидит здесь он бы видел это золотое Солнце черное и кстати в Баку на Евро Олимпиаде опять же масоны работали это гречанка работала символом Баку опять же на этом бульваре на Сабаиловском замке у царицы Савской которая поклонялась солнцу они установили черное солнце ну это известный символ неизвестный символ понятно но на Евро Олимпиаде наверное да это они черное солнце поставили в бульваре в Баку и все толпами шли к этому черному солнцу хороший символ после у нас 2 квадрата что этот символ ну это сакральный символ это вообще это два дома 4 2 квадрата восьмиконечная звезда естественно не шестиконечная восьми Правильно, что он дождался. Это символ какой планеты? Нет, нет, нет. Я сейчас вам открою секрет, который никто не знает. Квадрат – это символ Земли, до дома, одного мира. Тут два мира друг на друга наложены. Как бы высший мир, нищий мир. Опять же, да, наши древние зороастрийские, манихейские кормы, что мы, Азербайджан, находимся как бы, это соединение двух миров. Высшего хира и нищего мира. Два квадрата. В общем, ты делаешь шлавку на солнечном операторе. Вернемся к Абдулсам. Есть, но то, что есть, да. И здесь кое-что, я и себя ничего не придумал. Это тысячелетиями так и было бы уже. Да было, да? Это реально, что не солнце, да блядь. Вернацкий, тот же Гумилёв, Теярды Шарден. О чем они говорят? Ну, а сверху, что такое? Солнце. Куда они ушли? Солнце. Ну, вот оно, да. Больше мир тяготел к ломам людей. Это другая тема. Знаете, здесь как? Отраженным светом. Мир шел во тьмой. Мир больше тяготел к ломам людей. Сейчас мы обратно выходим на свет. Не, 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 это не так. И мы идем обратно к солнцу. Солнце, оно настолько очевидное, да? Что его влияние, как бы, человек не видит очевидное, да? Воздух не чувствует, да? Рыба не чувствует воду. А Луну чувствует. Потому что она по ночам, у нее фазы всякие. И любой человек буквально на себе чувствует влияние фазы Луны. Тем более женщины. И так как мир все больше переходит под влияние женщин. То есть материи, да? Материальности. То женщины буквально каждый месяц чувствуются влияние Луны, да? Месяц, месячные. И поэтому они перешли. А? И женщины. Но это уже не женщины. Нет. Они на пранаитине месячные. А какой пранаитине? Мне сказки не рассказывали. Что сказки не рассказывали? А? Люди фестивалятся. А? Люди фестивалятся уже. Аферисты. 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 Да. Аферисты конечно. Да. Дай мне этого пранаита. Да. Другого меня. Да ладно. Что-то идет с его счета. Вообще сказки. Вот. Какой мухрен пранаитин. Я эту сучку пойму. Вот эту пранаитку. Да. Афериста. Джазмухин эту. Про шмандовку. Заперли в этом. В Австралии. Да. Сказали. Ладно. Ты вот здесь нам в парень. Да. Пранаитин. Мы заперли в комнате. Через три дня она начала выть. Блин. Дайте мне колбасу пожрать. Я сказала. Какого хрена ты жрать хочешь? Вот здесь прана не такая. А это вот намалеванная. Вот это вот в Москве сидит. Давай возьмем. Давай возьмем. Давай возьмем в комнату. Вот через три дня посмотрим. И что с доски. Давай я про эту. Целый час про него передачи. Просто к нему подключили. Это не правда. Это не правда. Это не правда. Ты что веришь фейкам? А после этого. Если у тебя. Ты не можешь отличить истину от реальности. Какая истина? Пранаитина истина. Какая истина. Какая истина. Какая истина такая. Какая истина такая. Которая каждую минуту в туалет ссать ходит. Да? Которая? Жрет там. Да вот та сейчас которая про пранаедение. Врут они все. Врут. Если верить в пранаедение. Это все равно что верить в плоскую землю. Это такой же бред. Я вообще в плоскую землю не уверен. Но про пранаедение я тебе говорю на миллион процентов. Ты веришь в пранаедение? Уверен. Уверен. Для зрителей. Паранаедение это то что человек может питаться только воздухом. Бред да? Воздух. Мы подключены ко всему космосу. Каждая наша клетка подключена ко всему мирозданию. Нам для выживания не нужно засунуть в себя лично. Извини меня чайник тоже подключен. Так на квантовом уровне. Квантовой реальности. Мы все являемся единым полем. Да да. Но жрать там мы хотим надо. Для того чтобы его структура не менялась. Чтобы его космос оставить не менялась. Жрать ничего не надо. Потому что он мертвый. Он мертвый. Да. Потому что он находится. Он не живой. А мы являемся открытыми системой. Чайник закрытая система. Ты знаешь? Развитие. Стой. Отличие между. Открытие между. Разницу между открытой системой и закрытой системой. Ты знаешь Илья Приголов уже диссипативной структурой. Иноглист. Есть открытая система. Есть закрытая система. Это как раз мертвые. Кристаллы. Да? А открытая система. Это жизнь. Это человек там. Животные. Белисусы существуют. Живут. Развиваются. Они живут. Развиваются. Видоизменяются. Ну да. А конечно ничего не живут. Конечно не живут. А ты кристалл что ли? Скорости разные. Хронометра. Ну ладно. Не веришь не веришь. Лезь через 10. Когда? 10-15. Когда? Это то же самое как с вегетарианством. С вегетарианством. В начале люди короче в вегетарианство не верили. Говорили. Мне нужно мясо иначе я умру. То же самое через 10-15. Когда это произойдет. Я на корову смотрю. Я вижу что. Ты публично на камеру будешь говорить что я тогда еще не доехал. Да ладно. И тут бред мне не надо нести. То есть этого не может быть просто. Потому что это бред. Вот есть понятие бреда. Да? Да. Есть там. Действительно. Вещи которые. Ну мы не знаем. Допустим. Да. Войти в джунгли Амазонки. И можно найти какой-то новый вид животного. Действительно. Но. Люди. Люди. Человек один бронет. Он говорит. Я ученый. Аферист. Я говорю. Не понимаю как это происходит. Я ничего не ем. Я говорю. Своим друзьям не могу. Врет он все. Врет. Ну ладно. Перебивается. И рассказывает то что я слышу. В конце концов. Вернемся к этому. К солнцу. Раз ты наш пророк такой. Который знает все. И никогда не ошибается. Нет кому. Давай свою точную программу. Да. Значит. А что там все на пальцах можно. Далегури Леви возьмем. Это тык 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 тык. Можно рассказать. Это что. Это эксклюзивно. Подключаемся к солнцу. Я не хочу. Принижать. Вот этим. Недостойным местом. У нас всех нужно крыть. Кроме твоего. Нет. Я в нужном месте. В нужное время. Об этом. Благая весть. Это благая весть. Да. Я должен на белом ослике въехать. вверх. Лаим. Войти в храм. Оселы не знают признак тупизма. Это символ тупизма. Езжай на коне. Принцип невежества оселы. Все мудрецы ездили. Но ванес рят петь. Иисус Христов. Все на ослике. Потому что они проповедовали людям невежество. Я так думаю. Уже невежество стало. Они несли свет. Ослик это символ не может. По жалюсти свет. Но сидя на невежестве. Это другое дело. А силы это священное животное. В общем тебе больше ничего сказать. У меня есть что сказать. Но все. Я хочу сейчас в туалет садить. То есть моя физиология. Все таки. Я сейчас. Да. Естественно. В общем мы подчинены программам. Спасибо вам большое. В общем. На озере.